За большим празднично накрытым столом собралась вся семья. Юбиляр сидел в центре и принимал поздравления. Звучали тосты и речи, самые добрые слова и самые лучшие пожелания. Сегодня мы, всей нашей дружной большой семьей, собрались на юбилей к моему деду. Деду исполнилось 85, и вот с разных концов страны съехались его многочисленные потомки, дети, внуки и даже правнуки. Я уже давно хотел повидать дедушку, у меня к нему было много вопросов по истории нашего рода, но все никак не получалось, так складывались жизненные обстоятельства. С недавних пор я стал летописцем нашей семьи, стал составлять генеалогическое древо, и там в некоторых временных отрезках были провалы. Например, я почти ничего не знал об отце моего деда, знал только, что звали его Демьян. Когда торжественная часть завершилась, все расслабились и стали просто общаться, обмениваясь новостями. Некоторые из родственников не виделись несколько лет, им было чем поделиться друг с другом. Вот тут я и решил попытать дедушку расспросить подробности жизни его отца, моего прадеда. Думаю, что всем будет интересно, спросил я у родственников. Все одобрительно закачали головами. Это хорошо, внук, что ты хочешь знать и почитать своих предков, знать о своих истоках и корнях, растрогался дедушка. Я с удовольствием расскажу вам историю нашей семьи. Отец мой, Демьян Данилович, был человеком добрым и честным, но при этом невероятной храбрости и мужества. Вернулся он в родную деревню после того, как отгремела гражданская война. А в селе разруха полная, нужно было все восстанавливать и налаживать жизнь. А вокруг одни бабы, вдовы да ребятишки, мужиков мало с войны вернулось. А Демьян был красивый, высокий, статный. Каждая была согласна выйти за него. Но он выбрал себе в жены мою мать, хотя она была его старше на пять лет. Первый муж ее с войны не вернулся. И у нее был к тому времени ребенок, сын Алексей, который потом на Великой Отечественной погиб. Чем уж так приглянулась ему мать моя, Алена, не знаю. Но семья у них получилась дружная и сплоченная. И все дети были равны, и старше от другого отца, и мы, все потом народившиеся, всех родителей любили одинаково и никогда не разделяли. И жили, работали много, но и отдыхать умели. А потом новая беда обрушилась на нашу землю, немец пришел уничтожать наш народ и все живое. Демьяна на войну не взяли по здоровью, может быть. Только благодаря этому мы все и выжили в холодные военные зимы. Охотник он был знатный, известный во всех округах. Да еще и лесником работал, приносил много дичи, тем семья и питалась. А край у нас, сами знаете, лесной, богатый, красивый, недалеко от деревни на высокой сопке рос дремучий лес. И вот одной зимой, война еще шла, объявилась в этом лесу стая волков. Демьян очень хорошо знал волчьи повадки и рассказывал, что самое опасное для людей, скота, это волчья стая. Так им легче поймать добычу. В каждой стае есть волки-загонщики, они загоняют животное. А уж затем все вместе волки окружают добычу и убивают ее. Волк может учуять свою добычу за 8 километров. Бороться с ними очень тяжело. Они далеко чувствуют приближение человека и сообщают друг другу об этом. В бескормицу волк не гнушается, охотится даже на кур, гусей. Вот и в ту зиму повадились в деревню волки, людям и самим особо есть нечего. А они то на лошадь нападут, то на другую животинку. Через несколько дней вести о серых разбойниках стали приходить из других мест. Решено было собрать охотников из других деревень, кто не был на фронте, и устроить облаву на волков, чтобы уничтожить их поголовье. Много тогда охотников прибыло с разных, даже самых дальних районов, и отправились они все дружно в лес. И первое, кого они встретили, это была волчица, видимо, была подруга вожака, и у нее были волчата, это видно было по набухшим соскам под брюхом серой волчицы. Она, скорее всего, поняла, что охотники пришли за ней, ее потомством, и стала уводить людей подальше от логова. Она долго петляла по лесу, водя их в самую чащу, пытаясь запутать следы. Но человека тоже обмануть не так просто. Охотники разделились на группы и продолжили поиски. Но самое удивительное, что основной стаи не было видно. Видимо, матерая хищница предупредила волков о приближении человека. Сама она уйти от логова далеко не могла, волчица охраняет логово в одиночку. Пока волчатам не исполнится два месяца и они не начнут есть мясо. После этого она тоже начинает охотиться. До этого момента волк носит добычу своей подруги прямо в логово. В общем, охотникам стало понятно, что волчата еще совсем маленькие, а наора где-то недалеко. Стали искать. Как только они свернули село лесной тропинки, то увидели под сваленным ураганом деревом глубокую нору. Оттуда отчетливо слышались звуки волчат, скулили и пищали бедные несмышленыши. Выползали из логова, когда охотники подошли к нему совсем близко. Они стали крутиться под ногами, пытаясь заглядывать охотникам в глаза своими черными бусинками и громко кряхтеть. «Я не могу убивать таких малышей», — сказал Демьян. «Ну что хотите со мной делайте, мужики, хоть волки нанесли урон нашим хозяйствам, но поднять руку на детей я не смогу». «Дети они во все времена дети, хоть волчи, хоть человечьи». «Да и охотники тоже смягчились, глядя на эти маленькие комочки. Решено было забрать волчат из логова, развести по разным деревням и вырастить вместе с собаками. Заодно и поголовье волка уменьшится в нашем лесу. Отец тоже взял одного волчонка домой. «Я даже помню этот момент, как он пришел в избу и принес серого щенка, маленького и совсем беззащитного», — вспоминал дедушка. «Ночью село проснулось от раздирающего душу волчьего воя. Односельчане вышли на улицу из своих домов и увидели такую картину, которую я сам до сих пор забыть не могу». «На сопке, на фоне огромной полной луны, были видны два силуэта — волка и волчицы. Подняв головы к звездному небу, волки громко выли на ночное светило. Им ответ вторила стая, которая со всех сторон окружила деревню. Сначала завыла волчица, затем ее грустную песню подхватывал волк. Они оплакивали своих потерянных детей. «Мы все не знали, что делать. А вдруг стая решится напасть на деревню?» «Вечером по периметру разжигали костры, и все бабы, старики и ребятишки поддерживали в них огонь до рассвета. А ночью опять приходили волки и начинался волчий концерт. Так продолжалось уже несколько дней. Днем волков не было видно, а ночью этот невыносимый вой не давал жизни. Атмосфера накалялась, волки, по всей видимости, готовились к атаке. Люди перестали выходить на улицу и ходить поодиночке. Нужно было что-то предпринимать. Старики-охотники, посоветовавшись с Демьяном, решили вернуть волчонка стая, чтобы вокруг опять воцарилось спокойствие, потому что стая буквально изводила всю деревню. Днем отец взял большую корзину, посадил туда щенка, взял ружье, пару подручных тоже с оружием. Они вышли за колодницей у деревни и поставили корзинку с волчонком прямо в снег. Мужчины знали, что волки их видят и наблюдают, но не показываются на глаза. Отец взял в руки щенка, поднял высоко над головой, немного потряс его в воздухе. Малыш жалобно заскулил. И тут же из леса в сторону деревни ринулась серая лента. Волки все поняли, они бежали на помощь своему детенышу. Демьян оставил волчонка в корзине, а сам с охотниками быстро спрятался в ближайшей бане и наблюдал в окно за всем происходящим. Волки забрали своего потерянного детеныша. Волчица оглянулась, она долго смотрела в сторону деревни своими желтыми умными глазами, потом громко и протяжно завыла. Но это уже больше не раздирало душу. Сегодня она победила человека. Как только это произошло, так волчьи концерты сразу прекратились, и нападения на деревенский скот тоже. Видимо в благодарность волки навсегда ушли из нашего леса. Вот таким человеком был ваш прадед Демьян Данилович, сильным, смелым и великодушным. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!